всем привет и хорошего настроения сегодня тема нашего будет нашего обзора будет дальнейшее развитие и технический прогресс в области звуковоспроизводящей аппаратуры бурный скажем так всплеск которого мы можем наблюдать 50-х годов прошлого века ведь что у нас по сути было до 50-х годов прошлого века вы на этот магнитофон не смотрите он у нас сегодня не основной участник так сказать обзора а просто вспомогатель устройства и так до 50-х годов грубо говоря большая часть населения нашей необъятной родины вынуждена была довольствоваться вот этими вот замечательными ящичками музыкальными патефонами для воспроизведения музыкальных записей в общем-то а единственного доступного источника хранения аудиофайлов это вот таких вот граммофонных тире патефонных пластинок из шеллака на 78 оборотов в своих предыдущих обзорах я вам рассказывал и мы с вами довольно подробно рассмотрели этот механический источник звуковоспроизведения грамм записи патефон вот но прогресс как вы знаете не стоит на месте так сказать всегда хотелось чего это чем-то облегчить жизнь нашим людям над этой проблемой бились конструкторы рационализаторы изобретатели и вот соответственно для того чтобы исключить из процесса проигрывания довольно нудный довольно нудную операцию по заводке пружины патефона вручную конечно же были применены последние достижения электротехники привлечены на службу так сказать меломанам всем любителям музыки а именно электричество и электромоторы широко же использовавшиеся естественно в быту к этому времени и так с 50-х годов прошлого века а если быть даже более точным с 1946 года довольно широком сказать использование у нас в стране появились вот такие замечательные карболитовые малогабаритные компактные ящички красивом коричневом корпусе давайте поскорее его откроем и посмотрим что же там скрывается внутри замечательный аппарат называется гп-46 что из его названия так сказать следует граммофонная приставка 1946 года выпуска и разработки выпускал их московский механический опытный завод ммз вот но как оказалось не он один я вот пока в сети нашел информацию только про аппараты гп-46 выпускавшиеся московским граммофонным вот его пардон механическим заводом но у них характерных особенностью был логотип ммз выбитый вот здесь на внутренней части крышки у этого же аппарата который мне достался совершенно случайно был любезно совершенно безвозмездно подарен хорошими знакомыми с таком прекрасно я рассказал изумительно в коллекционном состоянии за что им огромное спасибо и низкий поклон так вот у этого аппарата логотипа ммз нет а стоит здесь некая стилизованная буковка r большая русская поэтому я вот честно вам скажу пока не определил про родителя или родителя данного аппарата кто его производил где как и когда вот но то что это гп-46 это однозначно потому что данный аппарат оснащен во первых электромагнитной головкой звукоснимателя даже не пьезокерамическая электромагнитной именно такого типа который используется и по сейчас в хай-энд проигрывателях проигрывателях виниловых дисков хай-энд классом вот здесь она конечно несколько отличается от тех головок звукоснимателя магнитных электромагнитных которые применяются в нынешней аппаратуре стоящий там десятки килотысяч рублей вот значит здесь она массивная такая мощная катушка сердечником и оснащена стальной патефонной иголкой надеюсь вы видите то есть игла которая так сказать все таки является главнейшей частью этого аппарата она обычная патефонная до стальная вот именно за которой вставлялись и в патефон вот здесь у него внутри корпуса на передней на верхней деке есть такое углубление закрывающейся крышечкой момент закрывания аппарата на крышечка надвигается и закрывает такую полукруглую полустирическую выемку и в ней как раз хранятся вот эти вот запасные сменные патефонные иглы то есть принцип действия принцип использования иглы такой же вот откручивая вот этот винтовую фиксирующую так сказать зажимку мы меняем иглу звукоснимателя после каждого по уму после каждого прослушивания каждой стороны патефонной пластинки патефонного диска вот то есть собственного звуковоспроизводящего устройства у этого аппаратика маленького нету для того чтобы он работал его нужно подключить к специальному входу любого лампового радиоприемника тех времен очень мудрое решение очень мудрое решение что приемники были практически в каждой семье а вот начиная до военных времен вот ламповые аппараты и практически каждый ламповый аппарат после военных годов выпуска да и довоенные тоже имел вход так сказать для звукоснимателя он так и назывался вход звукоснимателя обычная двухгнездовая розетка в которую должна втыкаться вот такая вот эта вилка смотрите как грамотно сделано здесь хранение шнуров в корпусе сделано просто отверстие и он туда свободно вставляется и также свободно оттуда вынимается без всякого натяжения пружины как у современных пылесосов просто мы в эту дурочку запихиваем что касается шнура соединения со звукоснимателем то же самое относится и к шнуру соединения с розеткой с электрической розетки как я уже сказал да 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 внутри его находится синхронный электродвигатель это важно запомните синхронный электродвигатель который питается от электросети 220 либо 127 вольт посредством соединения сети вот с такой еще старинной первобытной вилочкой обратите внимание все шнуры любовно затянуты в текстильные такие оболочечки как это было раньше модно у паяльников у утюгов и всего прочего что один что второй шнур для предохранения от разрушения резиновых оплетов которые заключены собственно говоря вот эти контактные провода вилка шнура тоже старого типа такая из карболита значит и имеет разрезанные вдоль штекеры имеются у них продольные прорези вероятно для того чтобы можно было их подгибать несколько так сказать стояв отвертку можно так расширить увеличить диаметр данного штекера для того чтобы он плотнее входил в розетку вот раньше не все розетки вероятно имели подпружиненные контакты таким образом мы увеличивали надежность электросоединения аналогично выглядит и шнур для соединения с входом звукоснимателя лампового радиоприемника ну естественно лампового транзисторных тогда еще и в помине не было в эти годы 46 годом ради внимания еще жив наш великий товарищ сталин иосиф сарионович вот и все еще так сказать все еще только начинается продолжим рассмотрение устройства как вы видите здесь такой массивный довольно тоже эбонитовый карболитовый простите звукосниматель в котором находится магнитная вот эта электромагнитная головка от нее идут экранированные провода в лицендраты к внутреннему так сказать устройству этого аппарата внутреннего части и оттуда на распайке они уже идут вот таком по моему совсем не в экранированном проводе на для подключения на вход приемника лампового я приемник ламповый ставить сюда не стал сегодня роль лампового приемника у нас сыграет вот такой ламповый магнитофон мелодия он родился в 1956 году так что вполне мог так сказать быть в том же доме где присутствовал и вот такой гп-46 граммофонная приставка 46 года выпуска вот как я уже сказал вся мудрость этого решения заключается в том что имея приемник мы уже имеем собственно говоря усилитель мощности или магнитофон и покупая эту приставку мы дополняем свой музыкальный центр до в общем-то полного комплекта звуковоспроизводящей аппаратуры на приемники слушаем радио на граммофонной приставке слушаем вот эти самые диски патефонные граммофонные вот такая вот беда из интересного здесь еще имеется вот такой переключатель напряжение сети сетевого напряжения давайте его даже извлечем и посмотрим вот как приставка универсальная на 127 на 220 вот такая интересная гребеночка стыкается в переключающий разъем и здесь у нас соответственно рисована стрелочка на ней на верхней его ее части стрелочка с указующим окончанием то есть если мы ставим указующим направлением влево то это у нас получается приставочка на 220 вольт если же поставим ее направо то будет 127 вольт потому что разное было напряжение сетях в то время и 127 вольт присутствовало и в более новых зданиях уже 220 напомню это сороковые годы конец сороковых сорок шестой год только окончился велика отечественная война очень аккуратно собран аппарат такой вызывающий уважением по качеству отделки по гладкости поверхности абонитовый пардон карболитовый конечно же корпус и вот здесь еще имеется еще один орган управления рукояточка вкл как она щелкает и громкость парадоксально но факт не имея собственного усилителя и каких-либо звукоусиливающих устройств из электрики есть только мотор эта приставка имеет регулятор громкости воспроизведения потрясающе не правда ли то есть можно помимо того что на конечном усилителе регулировать громкость еще и на ней вводя добавочное сопротивление в цепь передачи сигнала от тазарма к входу воспроизводящего устройства можно регулировать громкость давайте же скорее мы ее посмотрим в работе нашу маленькую чудесную приставочку граммофонную приставку gp46 и так вытянем шнур питания из отверстия в корпусе соединим его с розеткой 220 вольт кстати интересная деталь вилка сетевая имеет сзади такие два дополнительных гнезда в которые можно втыкать какую-либо другую вилку хотя бы даже вот эту же но это сюда мы втыкать не будем потому что если мы ее воткнем то соответственно сразу же спалим напрочь головку звукоснимателя тут вот я не понимаю как они ориентировались пользуясь этим аппаратом наши сограждане тех лет вилки совершенно одинаковые по расстоянию между штырьками и можно было случайно сунуть в розетку вот вот этот вот так сказать штекер и тогда уже была бы беда полностью вышел бы из строя этот чудесный аппарат поэтому тут надо глаз да глаз внимание не перепутать в нетрезвом состоянии его не включать и даже близко к нему не подходить вот а это видимо для того чтобы не занимать розетку в квартире в квартирах тех лет розеток было не очень много то есть если мы втыкаем ее в розетку нашу приставку граммофонную только и розетка при этом остается таки свободной и не может включить допустим еще и чайник электрический наверное существовать она в то время ладно меньше слов больше дела втыкаем в розетку нашу граммофонную приставку а вот эту вилку вторую вытащив мы соединим с магнитофоном я вот его уже включил как вы расслышите под легкому фоновому будению магнитофона шнур входной сейчас мы его возьмем но и как бы по идее соединить несоединимое тяжеловато и тут папа и тут папа мамы как бы нет благодаря тому что магнитофона шнуры тоже штекеры на шнуре тоже имеют искать прорезь я оставив туда звездку совершил некое варварство немножко эти прорези расширил и теперь мы соединим их вот так извращенным способом эти два аппарата есть контакт есть фон так он по моему меньше главное угадать где масса а где сигнальный выход надеюсь мы угадали ну и что же дальше как вы видите тонарм данного устройства вращает совершенно свободно практически на 360 градусов никакого автостопа здесь не предусмотрено то есть куда бы этот скажем так тонарм до какой бы стороны пластинки не дошел все равно он не выключится мало того скажу вам больше мало того что он не выключится он еще и не включится потому что включается он как я уже обращал внимание ваше в начале нашего обзора оснащенный синхронным не синхронным двигателем этот аппарат для запуска в работу требует определенного сказать внешнего усилия откуда же его взять разве двигатель не асинхронный этим а просто синхронный и конденсатор здесь присобачить некуда откуда взять усилие для того чтобы этот аппарат заработал да и откуда даже в инструкцию по эксплуатации сказано для того что запустить аппарат в работу нужно диск крутануть рукой думайте вот мы его крутанули вот мы его включили и вот он начал вертеться со скоростью 38 78 оборотов в минуту представляете как все просто и незатейливо и тут вопреки всем правилам пользования граммофонами и патефонами игра пластинками нам приходится брать пласт и класть его уже видимо на вращающийся диск или же он останавливается ну-ка давай вертись или же так сказать крутить диск с уже уложен на него пластиночкой ну давайте послушаем попробуем что-нибудь послушать какое качество звучание кидаст этот аппарат берем тонар и аккуратно устанавливаем на пластинку она опять почему-то у нас не хочет вертеться да что ж такое что-то что-то Субтитры создавал DimaTorzok 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 ГУМП Главное управление местной промышленности Ленинград Третья группа цена 5 рублей 70 копеек Ну в ценных конечно дореформенных до 61 года Год 56 года О, пластиночка такая близкая по возрасту нашей мелодии Песня о любви, музыка Шанклин Ну да, так и написано Слова Фельдса Поет некая Иданцова с эстрадным оркестром Под руководством Воннеберга ГДР Германская Демократическая Республика Интересно Давайте попробуем поставить Плаз Кстати, довольно хорошо удерживает скорость 78 Правда, почему-то иногда останавливается Не понимая этого момента и процесса Возможно Я, кстати, еще профилактику не делал Возможно требует смазки Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Забыть записать что-нибудь на этот магнитофон Интересно Получится ли в записи Каково будет качество данной записи Так, снимем пластиночку Где идет конвертик Вот он Останавливать этот прибор я не буду Потому что в инструкции указано Нельзя его держать включенным питание с остановленным диском иначе обмотки двигателя я полагаю все таки сгорят вот есть еще такая пластиночка тоже губ пластмасс фабрика пластмасс Ленинград замечательно с адмиралтейством на обложке пакетика иду по знакомой дорожке фабрика губ пластмасс плавая музыка народная заслуженный артист СССР Павел Кадочников исполняет эту песню с инструментальным триом ну давайте прикоснемся к народному творчеству что там у нас монитофон будем сразу записывать не правда ли неинтересно так стоп сначала послушаем как она вообще играет что-то как-то не очень а может уже игла износилась не забывайте меняем иглу после каждой стороны пластинки давайте поищем более внятный диск здесь по-моему Павел Кадочников довольно-таки потертый так вот маленький цветок о, замечательный кстати пласт да, я тут по этому поводу даже иглу поменяю мне эта песня очень нравится старинная так свеженькая иголка надеюсь надеюсь свеженькая а вот эту старенькую мы демонтируем и уберем чтобы она нам больше не попадалась жалко конечно что так быстро расходуются эти иглы но вы знаете у меня есть мысль тут заняться их заточкой я посчитал инструкции методические рекомендации и есть у меня надежда что удастся их точить так и так маленький цветок все для вас так сначала как она будет играть у нас слушаем субтитры 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 voluntary субтитры 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 генератор пираньи-тамагничий, а он довольно-таки энергоемкий аппарат. По-моему, это парочка созданных друг для друга. ГП-46 и Мелодия МГ-56. Они даже цветом похожи. Зря, конечно, записываю на девятой скорости. Это пленка тип-2. Девятый качество записи, конечно, получается гораздо ниже, чем на девятнадцатый. Вообще, пленка тип-2 непредозначна для записи на девятой скорости из-за своих довольно низких свойств. Но сейчас кончится наша песня про маленький цветок, и мы посмотрим, что у нас получилось. Надеюсь, времени запись хватит. Да, должно. И так звучат заключительные аккорды. Видите, пластинка по сонарам пошел на выводную дорожку и даже пришел уже на нее. Но ничего не произошло, и проигрыватель не перешел в режим останова, потому что, как такового автостопа, да и стопа здесь, собственно говоря, нет. Ну ладно, давайте мы его теперь выключим. Посмотрим, как это делается путем выключения вот этого, так сказать. Да, магнитофон надо тоже выключить. А вот диск начинает плавно затормаживаться, а мы с вами давайте, наверное, отключим, чтобы не было фона входной шнур от магнитофона, и включим перемотку назад. Сейчас мы с вами посмотрим, что мы там записывали, да? Так. Что такое? Что такое? I don't understand. У нее вот, знаете, не плохо записывалось, на мой взгляд. Мы с вами будем выключить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, я тебе доволен результатом, на самом деле. Интереснейшая, так сказать, получилась у нас парочка, тандем. Вот, ГП-46 и МГ-56. Да, надо будет поэкспериментировать. И, знаете, в планах у меня еще такой эксперимент. Хочу посмотреть, сравнить звучание одного и того же диска на граммофоне, на вот этом ГП, на приставке, и потом на проигрывателе с пьезокерамической головкой, но только с более современным уже проигрывателе. Если интересно, сделаю такой обзорчик. Вот, как будет звучать одна и та же пластинка на аппаратах немножко разного класса. Вот, кстати, ГП-46 выпускались потом под маркой ГП-55, как я прочитал на замечательном сайте Валерия Харченко. А вот, и они уже оснащались пьезокерамической головкой, то есть с поворачивающейся иглой на 33 оборота и на 78. То есть там была уже игла не металлическая, а корундовая. Но такие мне пока не попадались. Вот. И, может быть, даже это к лучшему, потому что пьезокерамические звукосниматели очень нежные и подвержены, так сказать, влиянию времени. Если здесь он работает, и все, и ничего ему не стало на столько-то лет, да, то пьезик, я думаю, был бы здесь уже полностью кончен, и пришлось бы что-то изобретать для того, чтобы вернуть его к жизни. Ну, на этом я откланиваюсь. Большое спасибо всем зрителям канала за интерес, за поддержку и за ваши хорошие комменты, а также за лайки. Оставайтесь в канале. Всегда с вами Сергей. До свидания.